Блогеры любят оценивать не только дороги, но и искусство. Наверняка они заглянут в Краевую картинную галерею. Там сегодня встречают столетие Великого Октября. Как и положено культурной институции, выставкой. Оригинальный проект назвали «Революция в искусстве». Наглядно показали, как во Владивостоке художники реагировали на политические потрясения. Сейчас в картинке работает моя коллега Ольга Сомкина. Оля, а тебя саму выставка чем-то потрясла? Володя, приветствую. Эта выставка потрясает в первую очередь тем, что здесь представлены работы, которые хранятся в фондах галереи. И если бы не юбилей, революция, мы бы их никогда не увидели. Условно, выставку можно разделить на три части. Первая из них называется «Ленин», а она рассказывает, естественно, о идейном вдохновителе. И Ленин на картинах, Ленин на плакатах. Вот один из них. Плакат 1924 года. И он представляется впервые. Второй раздел, он показывает, как языком искусства художники рассказывали о событиях, героях и жертвах революции. Конечно, особое внимание хочется остановить на этих или иных гравюрах Валентина Чеботарева. Герой революции Сергей Лозо. Это именно он сказал такие слова. За эту землю, на которой я стою, мы умрем, но не отдадим ее никому. Мы свою землю по иностранным кабакам не продавали. Эти слова принадлежат Сергею Лозо. Но третья часть выставки непосредственно посвящена революции в искусстве. Наталья Андреевна Левданская, куратор проекта. Наталья Андреевна, а какие потрясения принесла революция в искусстве? Так она была первой революцией. На рубеже 19-20 веков плавное течение и смены стилей вдруг произошел взрыв. И все художники пошли в разные стороны. И в это время появились разные стили в искусстве. Дадаизмы, фавизмы, кубизмы и прочие измы. Прочие измы. Потому что художники, они очень чутки. Они чувствовали, они предвкушали и предчувствовали эти потрясения. А вот это революционная работа? Конечно. Это первое впечатление от Владивостока художника Вацлава Пановского. Художника с величайшим, замечательным европейским образованием. Но на которого повлияло народное искусство Сибири. И в этом произведении они слились, эти две традиции. Чем вам не революция? Вот так вот можно увидеть. Вот такое революционное произведение искусства. И, кстати, на выставку можно отправиться уже сегодня. Дело в том, что сегодня проходит ночь искусства. И до 23 часов картинная галерея на партизанском проспекте работает и принимает всех посетителей. А встречать их будет вот такой плакат. Плакат приветствуем посетителей выставки. Ура, товарищи! На этом заканчиваю свой спич. Вова. Оля, спасибо.